Hi, это обзор первое мнение на игру в раннем доступе War Tales. Дата выхода 1 декабря 2021 года, разработчик Shira Games. Это пятая игра компании, две части Everland и Legendary Edition, Northgard и Darksburg. Игра Northgard, вышедшая в 2018 году, достаточно успешная. 30 тысяч отзывов, оценка очень положительная. War Tales, в начале игры у вас 4 наёмника и ослик, каждый день вам нужно всех кормить и регулярно выплачивать зарплату наёмникам, иначе они будут недовольны или вообще уйдут, все кроме ослика. Поэтому я делаю вывод, что главный герой это ослик и вы играете за ослика. И кстати, ослика можно назначить командиром. Выходите по карте мира, собираете ресурсы, убиваете диких животных и бандитов, которые на вас нападают, или вы нападаете на них, или же убегаете, добываете ресурсы в шахтах или просто шляетесь по карте. В будущем вы будете покупать новых наёмников, некоторые из них могут присоединиться к вам бесплатно по квестам. Докупаете осликов, чтобы увеличить грузоподъёмность отряда. Главная задача игры наладить экономику, чтобы у вас были деньги. Кида, лечилки, ремонтные наборы для брони, оружия, броня и артефакты, грузоподъёмность, влияние, новые наёмники и так далее. Параллельно с экономикой нужно собирать и одевать отряд, чтобы выигрывать бои. Вторая главная задача выполнять фиолетовые квесты в регионе. У вас нету сюжетных героев и нет личных квестов, просто наёмники, которые могут уйти или навсегда умереть во время боя. Все, кроме ослика, потому что вы и есть ослик. Структура отряда точно такая же, как и в Darkest Dungeon, бездушные тела, идущие на смерть. Но в игре War Tales, если в бою умирают все наёмники, игра закончена. В игре есть один автосейв и одно сохранение вручную, которое можно перезаписывать. На практике все бои будут переигрываться, чтобы никого не потерять, потому что новые купленные наёмники будут ниже по уровню и без профессии. Система профессии. Вы можете каждому наёмнику назначить профессию. Шахтёр, рыбак, вор и так далее. Наемники, выполняя профессиональные задачи, получают профессиональный опыт, который идёт отдельно от боевого опыта и даёт ранги профессии. При смерти вы теряете не только бойца, но и его профессию. А заново качать очень долго, поэтому перезагрузки и перезагрузки. Я думаю, разработчик хотел сделать игру рогаликом без сохранений. Но его вовремя отпустило, и он рыдая всё-таки добавил одно сохранение. В игре есть несколько стратегий. Можно быть корованщиком, ходить между городами и торговать. Можно грабить корованы. Можно убивать корованы. Можно воровать, а потом бегать от мусоров по лесам. Хуй мусорам, свободу ворам! Можно выполнять заказы на убийство разбойников. Можно просто бегать по лесам, пиздить волков и бандитов, параллельно сдавая их в тюрьму. Можно бомжевать и продавать ресурсы, или крафтить и продавать накрафченные. В игре есть города, выполненные очень минималистично. Карта города и несколько зданий, в которые вы можете заходить. Обычно это таверна, рынок, кузница, аптека и мэрия. Например, в таверне можно нанимать наёмников, брать заказы на убийство бандитов и отдыхать. Боевая система. В начале боя идёт расстановка юнитов, в начале игры ваш маленький отряд против маленького отряда врага. Но чем дальше по игре, тем больше ваша партия и тем больше вражеский отряд. Юниты расставляются в перемешку. Три ваших героя, три вражеских, три ваших, три вражеских и расстояние между отрядами 3, 4, 5 экранов. Подготовка боя начинается с того, что вы пару минут возюкаете по карте боя и смотрите где кто. Тасуете героев, где должны стоять танки с большой бронёй, где роги с низкой, где герои со средней бронёй. С точки зрения геймдизайна, расстановка юнита в перемешку это правильная идея, потому что если бы бой был стенка на стенку, враги бы вгрызались в одного героя и он бы умирал. Ну а 30 боёв умножаем на 2 минуты и получаем час увлекательного геймплея. ПВ-система пошаговая, у вас есть очки ходьбы и одна атака, тип атаки зависит от оружия, у каждого оружия разная уникальная атака. Например у двуручного молотка может быть замахи, отложенная сильная атака на следующий раунд. Может быть ауе атака прямо перед собой сейчас. Может быть крутилка вокруг себя с накладыванием кровотечения по всем задетым врагам, это три разных молотка. Потом у вас могут быть дополнительные приёмы, которые вам даются предметами, щитом и оружием в левой руке. Например щитовик может уменьшить урон от следующей атаки, вор кинуть метательный нож или коктейль молотова. Ещё есть перевязка ран союзника, бег, добивание и активные приёмы, которые вы прокачали на уровнях или выучили книгами. Все дополнительные приёмы кастуются за ману очки боевого духа. Боевой дух. Вы можете хорошо отоспаться в таверне, но это работает только при условии, что у вас один бой за отдых. И ещё есть временные очки боевого духа, которые вы получаете во время боя, выполняя какие-то условия. Например можно взять пассивку, если герой заканчивает ход рядом с союзником и не вовлечён в бой, вы получаете плюс одно очко боевого духа. Все наёмники имеют класс и могут использовать только классовое оружие. Например вор может носить только ножи, а воин с топором может носить одноручные и двуручные топоры и так далее. На уровнях вы получаете бонусы к характеристикам и дополнительные классовые пассивные и активные навыки. Кроме прокачки наёмников есть ещё общая прокачка. Вы получаете экспу за открытие локаций и первый крафт предмета. Когда набирается уровень, вам дают очко озарения, ещё эти очки можно получить книгами. Есть несколько вкладок, прокачивать активные и пассивные навыки и куча вкладок с разным крафтом. Крафт оружия и брони, готовка еды и алхимия. И ещё есть прокачка ачивками, когда вы достигаете нужного значения и получаете бонус. В игре есть автолевелинг врагов. Количество врагов зависит от количества ваших героев. Уровень врагов зависит от максимального уровня героя. То есть, если у вас один герой пятого уровня, а все остальные первого, уровень врагов скелится от максимального уровня. На реддите был пост с рисунком об автолевелинге, потере героев и то, что это отбрасывает вас в начало игры. Я нашёл временную напарницу-бандитку. У неё был квест убить 4 патруля мусоров. Стаки по 12 мусоров 4 уровня, среди которых есть уебаны с молотками, которые накладывают кровотечение в АОЕ. А саму бандитку контролить нельзя, её можно только переставить в начале боя. Мне это не понравилось. Выгнать её нельзя, и я решил устроить ей несчастный случай. Захуярить её и всё. Но разработчики решили, что игрок должен страдать. И если она умирает, это конец игры. Я играл на самом лёгком уровне сложности. То есть я напал на врагов, начал с собой, все враги сразу должны лежать мёртвые. Я собрал трофеи и пошёл дальше. Но не здесь. Дело дошло до того, что я бегал по лесам, агрил стак кабанов, бежал к мусорам, агрил, а потом убегал от всех. Мусора начинали бой с кабанами, и я вступал в бой на стороне кабанов. Но кабаны присоединяются не полностью, а только 3-4 штуки. Но этого достаточно для победы. И таким альянсом человека и зверя я убил 4 стака мусоров. Хотелось бы посмотреть, как происходят переговоры с кабанами. Мы идём на войну. Хрю-хрю. Мы идём пиздить мусоров. Хрю-хрю. Уи-и-и-и. Легендарный босс региона. Я пришёл, получил пизды и пошёл фармить. Пришёл второй раз, у него уже по 150 армора, хп и урона. Я пришёл третий раз, теперь у него уже всё по 280. Первый трай. Славная, уверенная победа. И ещё, если убить босса в самом начале игры, его дубина будет второго уровня. То есть хуже, чем то, что вы можете найти. А если его убить пятым, она будет шестого уровня. С хорошим бонусом силы. И ещё авто-левелинг в игре работает очень странно. В некоторых моментах он вообще не работает. Даже на максимальной сложности. Одна из проблем игры, нет никакого обучения. И нет энциклопедии с ответами на самые популярные вопросы. Поэтому можно 20 часов страдать какой-то хуйнёй. А потом хуяк вы узнаёте какую-то простую, но важную вещь. Которая очень сильно упрощает геймплей. Например, я думал, что герои ходят по инициативе, как в классических ДНДшках. Оказалось, что между героями можно переключаться. И ходить любым героем, который не ходил в этот раунд. Если навестись на мечик вверху экрана, это написано мелкими буквами. Но, блядь, какой процент игроков это просчитает? Если навестись на врага, не показывается его зона ходьбы. Но если на врага нажать и навестись на ходьбу, видно, куда он может дойти. Мелочь, но это знание упрощает бой. Можно ловить бандитов и сдавать в тюрьму. Как это делать, никто не объясняет. В 20-й час игры я поставил первые два крюка, чтобы лазить по скалам. В броне есть дырка. Что делать с этой дыркой? Засовывать писюн. Зачем две дырки? Засовывать два писюна. Для крафта оружия второго уровня нужна белая кожа. Где её брать? Ахуй её знает. Как правильно ковать оружие, добывать руду, ловить рыбу, никто не объясняет. Например, при ковке я думал, что нужно нажимать на красные фрагменты, а потом оказалось, что нужно ждать огонька и только тогда нажимать кнопку. От каких факторов зависит автолевелинг и сила отряда врага? В игре куча мелочей, о которых нужно знать заранее, то есть первое прохождение на лёгком уровне сложности нужно, чтобы подготовиться ко второму. Вы, конечно, можете посмотреть какие-то гайды, но это испортит вам прохождение, потому что вся суть игры во всём разбираться самому. Ещё в игре нет сортировки инвентаря, надеюсь, на релизе это добавят. Кстати, игра РПГ, в ней есть фиолетовые основные квесты и есть побочные квесты. В некоторых квестах есть вариативность прохождения и разные результаты. Например, фермер отправил меня бить бандитов, бандиты предложили бить фермера, я пошёл с бандитами, теперь у меня есть выбор, кому помогать. Если помогу бандитам, они дадут мне кусок мыла. Наклонись и подними мыло. Давай, любовничек. Но в игре нет журнала и часть квестов непонятно как проходить. Нужно уничтожить сорняки на огороде, эти сорняки никак не подсвечиваются и сливаются с огородом. Ещё замечательный квест выследить стаю. Во-первых, неизвестно где её искать и даже если вы знаете место, хуй вы найдёте вот это без подробного гайда. Плюс из-за системы выживания боёв эти квесты размазываются по общей длине игры и суммарно игра больше похожа на выживалку. Есть игры жвачки. Хуйня хуйнёй. Ни графики, ни сюжета, но вы играете, играете, играете. Уже капает слюна на клавиатуру, но вы продолжаете играть. Десять, двадцать, тридцать часов. И ещё возникает странное желание пройти на максимальной сложности. И ещё одна проблема, это цена. 628 европейских гривен. Для сравнения, Киберпанк по скидке 449 европейских гривен. Если посмотреть цены в американских рублях, за евро по 23 доллара, Путляндия 17 долларов. Ещё забавно было читать комментарии в стиме, где писали, что на игру была скидка 15% и некоторые оформляли рефаунд, чтобы купить игру со скидкой 15%. Продолжение следует...